Да, у меня все было нормально сначала. У меня была мама, была папа, я был любимым ребенком в семье. Мама учительница была, папа инженер был на заводе, все было хорошо. Но было сбалованно. Просто уже всего было в достатке до такой степени, и что, уже я не знал, к чему стремиться просто. И в итоге пристрастился к наркотикам, и рано или поздно это приводит к плохим последствиям. Потом умерли родители все, то есть они всегда за мной ухаживали, можно сказать, и такой был избалованный ребенок большой. Вот, умерли, и все пошло под откос. Брат умер тоже старший, ВИЧ-инфицированный был брат, и умер, освободился из тюрьмы, пробыл несколько месяцев, тоже умер. Вот, все померли, все, никого не осталось, жилье тоже ушло, вот, не будем там вдаваться в подробности, как. Техникум закончил, потом в университете учился. Ну, университет не закончил, там уже наркотики мне подкосили, два курса отучился. Вот, и то есть, после этого началась сплошная тюрьма, 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 тюрьма. Я на воле провел около двух лет, последние 15 лет, все остальное было в тюрьме. Я просто выходил и обратно садился, выходил и обратно садился. Когда приходил мой очередной день освобождения в тюрьме, да, просто каждый, каждый, кто освобождается, он по-любому радуется, что он выходит. А вот скажу честно, у меня даже радости не было, я просто не знал, к чему я иду. Ну, выйду я, ну, что, просто, меня даже не понимали те, ну, то есть, коллеги, так сказать, они говорят, ты что, тебе что, нет, ты не радостно, тебе не хочется освободиться. А я понимал, что я иду никуда просто, просто был обречен просто на погибель, просто обречен. Я выходил обреченный, садился обреченный, вот, то есть, задумывался, думаю, так просто, думаю, ну, зачем я вообще пришел на эту землю? То есть, для чего вообще я? Для того, чтобы вот так вот отмучиться? Неужели, думаю, для этого у меня мать родила, чтобы просто вот так вот провести бесславно эти 40 лет просто и уйти? Все 40 лет, можно сказать, я прожил во грехе. Как-то, помню, встретил брата, там, на районе, где я обитал, Денис его зовут, и он мне еще говорил, еще до последней посетки, говорит, ты хочешь изменить свою жизнь? И я как-то всерьез не воспринимал его, вот, и он мне объясняет, постоянно разговаривал со мной, останавливался, вот, говорит, я был такой же, как и ты, я так же бродил, я так же умирал на улице, он говорит. А я как-то мимо ушей, только мне, только было нужно, чтобы он мне похмелиться дал, и все, от него больше ничего не было нужно. Вот, нет, 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 просто не принимал эту мысль, потом опять сел в тюрьму, освободился, опять, вот, это уже было в том году, в июле, 14 июля, и все, опять жесткая такая посадка, и опять стручаю его. Вот, он говорит, ну что, ты еще не нахлебался, он говорит мне. И тут просто у меня в голове прям так, как щелкнуло просто, все, надо что-то делать, так дальше нельзя. Нельзя сказать, я не могу сказать, что в тот момент я искал Бога, я, нет, я не искал в тот момент Бога, мне просто нужно, я просто пришел к такому решению, что дальше я просто умру. Ну, просто сработал какой-то инстинкт самосохранения. И он мне еще сказал, говорит, надо подождать там пару недель, что ли, и говорит, такой, что, протянешь, говорит, я говорю, не знаю. Ну, слава Богу, протянул. Потом пришел сюда, сначала вроде все, слава Богу, аллилуйя, да, здесь, но потом пришла реальность. Такой момент, когда нужно бороться, когда не только Бог, но и тебе нужно что-то прилагать, какие-то усилия. Пришлось поработать над собой, ну, было это нелегко, скажу сразу. Но все-таки 40 лет, а чем, мне кажется, чем люди старше, тем они становятся закоренели в своих вот этих убеждениях. Вот, и было нелегко, и доходило до того, что уже я подписывал заявление об уходе. У меня такое было ощущение, просто и тут как-то тяжело мне было. Вот, я не мог себя найти в Боге, я не хотел ни читать ничего, ни писания, ничего. У меня это было все как-то в тягость, и там меня ничто не ждет. Я вот так вот болтался, непонятно в каком-то положении. И в какой-то момент просто я пришел к какому-то такому знаменателю, что просто, а что я тогда тут делаю вообще? А для чего я тогда тут, здесь? Чтобы вот так мучиться? Чтобы вот так вот просто каждый день себя насиловать, что ли? Для чего я здесь тогда? Просто и стал как-то, не знаю, Бог стал проговаривать так. Я стал интересоваться, я стал читать. Вот просветление в мою голову, в мое сердце пришло вот именно после того, как я начал читать. Сейчас у нас и утром мы разбираем, и вечером разбираем. Хоть что-то, даже если тебе особо это и не надо кому-то, все равно что-то досядет. И вот эта мысль ушла, что ты безнадежен, что какая-то надежда на будущее появилась. То есть, такое прям вдохновение. Раньше я вставать даже, мне просыпаться не хотелось. А сейчас встаю, слава Богу, все. Хочу служить Богу тем даром, которым могу. Потому что я считаю, это то, что Иисус Христос для всех для нас сделал, я считаю, это адекватный ответ каждого нормального человека. Я верю, что еще не поздно нам принести достойные плоды. То есть, я думаю, что все еще будет нормально. Сколько бы Бог мне не отмерил, я уже думаю, я уже думал об этом. Сколько бы не отмерил, проживу в Белословении. Сколько бы не отмерил. А что я теряю? Я только приобретаю. Ну что я теряю? Ну что, этих наркотиков, этой водки. Да я вот так уже их наколебался. Я уже мне просто отвращение. Просто, просто так порой, знаете, думаю, там некоторые бывают, там кто-то работает в других центрах, да, уходит, вот, там, на работу в город. И находят там наркотики, да, и падают через это. Я просто представил такую ситуацию, вот если я найду. Я просто даже не подыму вот его. Вот просто, зачем? Просто, зачем? Просто приходит такой волк, ну зачем? Зачем она нужна? Для чего? Ну возьмешь ты ее. Ну дальше что? Просто, слава Богу, что вот я, мы как-то на разборе сегодня, или вчера шлое разбирали, что мы должны возненавидеть это все. Только через это придет благословение и понимание вообще правильного всего. Если не возненавидеть это все, а так, а, чуть-чуть допускать, то рано или позже жди худого. Первое время, когда я попал сюда, в этот центр, я думал, для меня просто было удивительно. Я думал, какая-то подстава, что ли. Думаю, не пойму, что такое. Что это, вдруг я, ненужный никому человек, стал интересовать их. Я думаю, непонятно. И волнуются, и переживают за меня. И потом, когда я увидел, что им от меня ничего абсолютно не нужно, вот тут я уже начал задумываться. Я давно хотел проехать как-то по улицам города, засвидетельствовать. А что? Что я был такой же, как ты, мы как-то ездили вот. Знаете, люди живут на трубах в этом городе, люди замерзают. Они не знают о том, что есть выход. Они не знают, они даже представить себе не могут, что если они познают Иисуса, что все это им просто будет не нужно. Вот очень хочется хотя бы хоть одного, хоть одну душу привести. Я когда освободился в последний раз, я вот три недели до того, как прийти сюда, я буквально, в прямом смысле слова, я ночевал под вишней. Вот, вишней дерево. У меня там, я где-то нашел матрас, я кинул этот матрас и спал. Однажды просыпаюсь ночью, дождь идет под вишней. Лет. Взял, пошел в подъезд. Я не видел надежды. Я не видел надежды. И слава богу, есть такие люди, которые помогают открыться, которые помогают увидеть что-то новое. Это нелегко. Кто прошел через это, через это, да, тот знает, каково это на самом деле. Слова это одно. Сказать, вот. То есть там всего лишь несколько процентов передается этого ощущения. А когда ты зам был в этой шкуре, тебе так хочется помочь человеку. Вот у меня самому не хватило это самообладание, вот воззвать вот так Богу. Я просто не понимал. Я понимал, что я нуждаюсь в помощи. Я понимал, что я сам не справлюсь. Но откуда эта помощь придет, я не знал просто. И вот такого меня безнадежного, безвольного, ну все, разбитого, меня Господь восстановил. И я верю и знаю, что я никогда не вернусь больше к такому состоянию. Приняв Иисуса Христа, я сожалел лишь о том, что я не сделал это раньше. Что я столько времени потерял, столько всего родных и близких. Ну вообще, столько всего потеряно. И здоровья, все. Хотя, ну если бы знать, что выход только один, что дверь только одна, то можно было все намного это раньше сделать. Ну, за все все равно, слава Богу. Потому что смотришь, как много людей вообще уходят, просто не узнав об истине, просто не узнав вообще, для чего они пришли сюда. Просто уходят. И я просто благодарен Богу за эту великую милость, что я оказался в числе тех, которые узнал. Друзья, хочу сказать вам, что на самом деле безвыходных ситуаций не бывает. Что когда-то я был в такой ситуации, которая казалась мне до такой степени безвыходной, просто без которой я не видел вообще выхода. Я не видел просто. Я думал, я уже просто думал, побыстрее бы просто умереть и ничего этого не видеть. Я остался без всего. Я остался на улице. Я просто погибал. И народ просто... А вот такое, знаете, чувство оставалось. Идешь по улице, а народ от тебя шарахается в сторону. Просто, друзья, я хочу сказать вам, что если пустить Иисуса Христа в свое сердце, то все можно изменить. Он поддержит. Он обогреет. У него любви хватит на всех. Просто надо единственное, что открыть свое сердце и пересмотреть все. Пересмотреть все вообще. Осознать, для чего мы пришли вообще в этот мир. Для чего каждый из нас здесь. Просто если это понимать, то все можно изменить. Забыть о прошлом вообще. Отрезать. Как будто это было вообще не в вашей жизни. А просто быть на этой земле для того, чтобы служить Ему. для чего мы все и призваны. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok